В общих чертах ситуация, скажем так, сегодня, грубо говоря, долги железной дороги, половина долга, это чуть больше половины, это долги банка. 108 миллионов сегодня, порядка 108, это зарплата, 4 месяца работникам. Это очень тяжелая. Это очень тяжелая ноша, это очень тяжелая ситуация. Вчера, я очень обрадовался, что вчера должен был состояться совет безопасности по вопросам железной дороги, потому что мы, так сказать, бьем во все набаты и колокола, что стратегическое предприятие, оно пропадает. И в результате я не понял, что произошло, почему не обсуждалось, как так получилось. Ведь это очень важный момент, и было в повестке дня, в итоге не обсуждалось. Почему? Не нашли решение проблемы, не знают, что делать с этим. Я скажу так, то, что те долги, которые сегодня есть, за последние 10 лет, дорога, грубо говоря, потеряла почти в 3 раза больше. Почти в 3 раза больше. Опять же, цифры не хочу сейчас пока назвать. Да. Почти в 3 раза больше, чем сегодня ездил угол на железной дороге. То есть, она абсолютно жизнеспособное предприятие была. И если бы, конечно, не тащили оттуда, то она вполне себя бы обеспечивала и хватало бы практически на все. И на инфраструктуру железной дороги хватало бы, и на подвижной состав закупить, и вагоны. Может, как говорится, жиру бы не бесилась железная дорога, но она бы могла твердо стоять на ногах. К сожалению, вот это расхитители, так сказать, собственности нашей, они поработали достойно там. Продолжение следует...